Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. В ближайшие три дня в Орле состоится крупный финансо-экономический форум, который рассмотрит программу народно-патриотических сил по выводу страны из тяжелого системного кризиса. Хочу вам напомнить, что в этом году исполняется 25 лет, когда пришли к власти в нашей стране те, кто предали идеи социальной справедливости народовласти, кто заявил, что рынок и буржуазные демократии все отрегулируют, и в стране скоро наступит полное благоденствие. Обещали, как в Америке и Скандинавии, получили, как в Бангладеш и Колумбии вместе взяты. За это время они только предали идеи трудового народа, но расстреляли парламент, организовали мощный финансо-экономический дефолт. Затем, несмотря на то, что золотовалютный дождь просыпался на страну, тем не менее в 2008-2009 году снова попали в водоворот всемирного экономического кризиса и оказались на его дне. Вместо того, чтобы всплывать, последние годы побарахтались и в прошлом году еще раз обвалились до такой степени, что стали чемпионами по основным показателям. Если взять производство, то хуже нас сработала только Украина. Если посмотреть на финансы, то только у нас РУП обесценился более чем на 100%, и сбережения граждан снова усохли вдвое, а цены подпрыгнули на 25-30%, а то и 50%. Если посмотреть на доходы, то они сократились за один год на 10%, такого не было даже в 1998 году. Если взять резервы, мы бросили на спасение 240 миллиардов долларов, тем не менее ни в одной отрасли не стало лучше. На образовании здравоохранения дышат наладан, урезанные по самую ручку, и страна продолжает корчиться. Если взять культуру, даже умудрились Тихий Дон, легендарные произведения коммуниста Шолохова, и то поставить с антирусским и антисоветским акцентом. Путин правильно говорит о необходимости в стране стабилизации и сплоченности. Из кризиса, санкций и войны бесплоченного общества выйти невозможно. Но у нас общество казалось настолько расколотым, что 10% самых богатых захапали 90% национального богатства. Нигде в мире нет такого социального неравенства. Нищета обуяла половину населения. 53% граждан живет ниже, чем на 15 тысяч рублей в месяц. Пенсионеры 8, 10, 12, даже дети войны. По сути дела, нас, партнеры, так называемые американцы, пытаются взять в клещи. Об этом Путин говорил на сессии ООН. Действительно, нас пытаются выдавить с рынка в Европу и не пустить на рынки Азии. В таком случае от нашего бюджета не останется и следа. В целом, есть мирный выход из этой ситуации. Это левоцентрический поворот. Это курсы программы, которую после дефолта реализовывали Примаков, Маслюков и Герасченко. Они тогда показали, что даже при цене нефти за баррель 12-15 долларов и отсутствии лотоволютных резервов, можно прибавлять промышленности 20-25%, реализовывать целый ряд интересных производительных проектов. Но и исключительно важны выборы, когда будут соперничества команд, программ. А не игра в праймерисы, вы поиграете выборы, а все равно мы будем считать. Мы напишем тебе столько, сколько надо. Мы считаем, что сегодня наступил момент истины, и крайне важно, чтобы партия власти села на прямой диалог с народно-патриотическими силами, чтобы были на каналах телевидения организованы прямые дебаты и чтобы официально рассмотрели программы, программы партии власти и нашу программу народно-патриотических сил. Основные позиции еще представят сейчас мои коллеги. Буквально несколько слов о нашей социально-экономической программе. Если говорить о бюджете, который сегодня работает, то его доходная часть составляет 13,7 триллиона, расходная 16 триллионов. И мы видим, что этих денег не хватает ни на образование, ни здравоохранение, ни на развитие промышленности, сельского хозяйства. И все эти годы нам постоянно, даже когда был золотовалютный дождь, говорили о том, что денег не хватает. На самом деле это не так. Мы четко проанализировали, сформулировали резервы, которые есть сегодня, даже в этом небольшом бюджете. У нас есть 26,5 триллиона резервных золотовалютных фондов. У нас есть 9 триллионов в резервном фонде и фонде благосостояния. У нас есть 22 триллиона сбережений нашего населения. И у нас есть в соответствии с законами, которые подготовила Компартия Российской Федерации, еще 13 триллионов. 4,3 триллиона – это после принятия нашего закона о прогрессивном налоге будет в бюджете. 3,3 монополии на табак и алкоголь – это 2 миллиона справедливого распределения рента земли. Таким образом, у нас, я имею в виду природная рента, в основном это углеводорода. Таким образом, у нас получается более 65 триллионов рублей, из которых можно формировать различные федеральные бюджеты, финансированные любого проекта. Мы сформировали на этом этапе, исходя из развития производительных сил, научно-технического прогресса, развития в целом науки, из всех условий, включая нашу денежно-кредитную систему, не очень поворотливую, и ту коррупционную вставляющую, которая есть, мы сформировали бюджет на 20 триллионов на 2017 год и на 20,9 триллиона. И мы посмотрели, каким образом эффективно его распределить в соответствии с приоритетными программами. И понятно, что даже сегодняшний бюджет в среде, которая сегодня не может назваться благоприятной для инвестирования, в среде, когда деньги разворовываются, вот из, допустим, антикризисного плана, антикризисного плана, и 60 программ, принятых и выполненных, только лишь 17. 22 программы вообще не сработали. Если говорить о тех программах государственных, у нас 40, там тоже самое, только 3 работают эффективно. 3 программы из 40 работают эффективно, там 8,7 триллиона. Мы посмотрели внимательно и, конечно, обратили внимание на реальный сектор производства. Если мы выделяем средства из бюджета на уровне 1 триллиона, мы вводим в сельское хозяйство, мы вводим всеоборот брошенных 41 миллион гектар земли. Поэтапно, не сразу. Мы возрождаем производство молока, мяса, овощей, картофеля, мы решаем продовольственную проблему. Мы увеличим на 80% рабочих мест на селе, а каждый рабочий мест на селе дает 6 в городе. Если мы по промышленности формируем федеральный бюджет с длинными деньгами, с дешевыми кредитами, так как и на селе, то мы также восстанавливаем активно то производство, которое сегодня разрушено. У нас производство подшипников, электродвигателей, производство текстиля, производство машин, тракторов, станкостроения уничтожено в разы, в 8, в 10 раз. Это снова позволяет нам изменить ситуацию. Безусловно, мы формируем среду, которая даст возможность развивать производительные силы и размещать их вместе с наукой там, где это необходимо. Не стаскивать все в Москву или в Санкт-Петербург. Мы все сделаем для того, чтобы жесткая была борьба за частоту расходования бюджета главными распорядителями, которые получают эти бюджетные средства. И все сделаем для того, чтобы борьба с расхитителями была лишь не только на бумаге. То есть эти средства должны заработать. Они должны заработать, они должны давать дополнительную продукцию. На селе, вот мы посчитали программу 1 к 4, вложенный рубль будет давать 4 рубля. Аналогично по промышленности. Наше здравоохранение, медицина, наука получат соответствующее второе дыхание. Заработают наши институты, будут востребованы разработки. Мы выходим на другой социально-экономический уровень. Мы сохраняем и развиваем наши социальные институты. О чем речь идет? Речь идет о пенсионерах. До 40% от заработной платы будет пенсия. Мы посчитали, средств хватит для того, чтобы удвоить среднюю заработную плату. У нас сегодня 51,6% населения живут ниже 15 тысяч средней заработной платы. 61,6%. Мы посмотрели, что будет с продолжительностью жизни. По образованию и здравоохранению мы убираем постепенно платность и выходим на бесплатное доступное здравоохранение и образование. В целом, еще раз, исходя из короткого режима нашей пресс-конференции, мы убеждены, что наша программа может достойно воплощаться в жизнь. Она основана на ярких примерах. Допустим, Камский нефтехим сегодня лучший мировой лидер по коучуку, по пластикам. И та система работы, мы недавно там были, 16 тысяч человек работает. Она просто уникальна. Не разрушена вот та модель в заботе о кадрах, в социальной политике. Вот Павел Николаевич скажет, здесь аналогичная ситуация. Или вот мы были в Воронежской закрытой акционерной, то есть народной предприятии строительных материалов. И больницы, и бесплатные столовые. И каждый год бесплатный выпуск 100 человек в техникуме. 60% остается в этом предприятии. У нас таких островков, точек роста, которые соответствуют нашей сегодняшней даже конституции, а она провозглашена, наша родина как социальная, достаточно много. Нужна политическая воля, нужна смена курса, нужно принять нашу программу, наше предложение. И тогда может страна легко вздохнуть и быть снова великой мировой державой, не только с теми сегодня красивыми вооруженными силами, но и с хорошей, развитой, социально справедливой экономикой. Спасибо, Владимир Иванович. Наша позиция сформировать мощное народно-патриотическое правительство на коллекционной основе, которое будет проводить лево-центрический курс, так же, как приводило его правительство Примакову и Маслюкову. Специально еще раз хотел бы акцентировать внимание на том, что по всем основным вопросам экономического и социального развития сегодня складывается широкий общественный консенсус. И, скажем, в постоянно действующем совещании народно-патриотических сил, вот я являюсь одним из его представителей, у нас есть 8 пунктов стратегических задач. Так вот, по ключевым вопросам нет фундаментальных разногласий сегодня между национально ориентированными самыми различными силами и КПРФ. Создан целый ряд площадок, это и Московские экономические форумы, вот сейчас форум под эгидой КПРФ в Орле, и еще целый ряд других. И все эти площадки являются интеграционными. Нет фундаментального спора о том, что делать. Это затрагивает ключевые вопросы, прежде всего, такие, как отношение к финансовой политике, необходимость радикального изменения и политики, и структуры, и системы управления Центральным банком. Это касается отношения к собственности, это вопрос приватизации, особенно в нынешних условиях. Мы помним, что всякий кризис – это чья-то игра на понижение с целью скупки чужих активов. Ситуация, когда именно в этой ситуации ускоряется приватизация, отвергается совершенно решительно. Еще раз подчеркиваю, по этому вопросу тоже есть широкий общественный консенсус. Далее. Вопрос отношения к таким институтам, как пенсионный фонд, к нашим ключевым монополистам, раскошествующим, продолжающим раскошествовать сегодня. Значит, если нужно экономить, то начинать надо не с того, что стричь и доить самых обездольных, а с того, что прекращать раскошествование наверху. Нужно включать существенные ограничения и доходов, и расходов топ-менеджеров, и всего, что не есть жизненеобходимые траты и монополистов, и таких ключевых институтов, как Центральный банк, пенсионный фонд и многие-многие другие. Нужно пересматривать цели, задачи, стоящие перед ключевыми правительственными институтами, такими как Министерство экономики, Министерство торговли и так далее. Нужно пересматривать критерии оценки деятельности. ВВП на сегодняшний день не определяет ничего. Если цена на нефть подскочит, и мы снова получим увеличение ВВП, это абсолютно не даст нам никакого развития. Это лишь затянет деградацию. Нужны новые критерии оценки. Среди таких критериев, разумеется, должны быть, прежде всего, такие вопросы, как повышение самодостаточности и независимости от конкурентов потенциальных противников. И очень важный вопрос. Вот здесь собрались политики. Политики, как правило, несмотря на то, что здесь присутствуют и видны ученые, политики сами не вырабатывают стратегии. Политики обращаются к ученым. КПРФ и другие национально-социально-ориентированные силы работают в тесном контакте с наукой. А что у нас с наукой? А у нас, прежде всего, приметно к общественной науке, сегодня сохраняются критерии оценки деятельности западными глазами. Огромные бюджетные деньги закладываются в сметы грантов и так далее, для того, чтобыубликоваться в Скопусе, в Web of Science и так далее. Это примерно то же самое, что работу нашего генерального штаба сегодня оценивали бы по мнению, нравится ли не нравится Госдепартаменту США. Это полный абсурд. Еще раз подчеркиваю. И бюджетные деньги тратятся на поддержание научных институтов Запада, созданных для того, чтобы не давать никому развиваться. И мотивация деятельности нашей, прежде всего, общественной науки, радикально искажается. Если говорить в целом об этом направлении, мне кажется, нужно не просто сказать, что мы что-то изменим в лучшем образовании здравоохранения в науке. Мы должны ставить вопрос о признании ошибки в реформировании ран, а вы знаете, что прежде всего, как ликвидация ран, нужно возвращаться к прежней 300-летней российской самоуправляемой российской академии наук. Нужно признать ошибочным реформу образования. Любой ученый, любой преподаватель вам скажет, что реформа образования сегодня ведет страну в тупик. Та прежняя реформа. Вернуться к прежнему и дальше смотреть, куда двигаться дальше. И реформа здравоохранения. Включены заведомо паразитические звенья, такие как частные страховые компании, которые ни за что не отвечают, крутят государственные деньги истинным страховщиком. Единственным является только государство, государственный бюджет. Они крутят государственные деньги и оказывают давление на врачей, искажают мотивацию врачей, штрафуют врачей за, якобы, излишне назначенные процедуры и так далее. Вот это все нужно прекратить. И последнее. Рецепты могут меняться. Когда тайная политическая сила приходит к власти, она видит, что что-то казалось чуть иначе. Рецепты могут и будут меняться. Но главное, должна быть четкая направленность действий КПРФ, социальных, национально ориентированных сил при власти. Эта направленность должна быть антипаразитическая, ориентированная на создание созидательной экономики и созидательного общества. Спасибо. Мы в торгово-промышленной палате подвели итоги работы наших народных предприятий. Я в свое время был инициатором принятия этого закона. За последнее время создана не одна сотня народных предприятий. Мы подвели итоги работы около двухсот таких предприятий. Они даже в условиях кризиса оказались самыми эффективными и самыми социально защищенными. Наши предприятия выиграли европейские конкурсы и стали лучшими в Центральной России. Одним из лучших является колхоз имени Ленина, который возглавляет Грудинин Павел Николаевич. Пожалуйста, Павел Николаевич. Спасибо большое. Хочу сказать, что для всех крестьян февраль является критичным с точки зрения принятия решений, будем мы сейте пахать или не будем. И тут мы никак не можем выйти из общей экономической ситуации. Понятно, что любое дело, в том числе и в сельском хозяйстве, должно прежде всего приносить тебе доход. И вот во всех странах мира без исключения доходностью сельского хозяйства занимается, прежде всего, государство. Оно обеспечивает различными путями, неважно какими, в Америке, в Европе, в Белоруссии, различными путями доходность сельского хозяйства, которая позволяет каждый год выходить и сеять. На сегодняшний день могу сказать, что абсолютно невнятная политика правительства и государства привела к тому, что крестьяне до сих пор находятся в дезориентированном состоянии. Стоит им пахать и сеять или не стоит? Потому что падающие доходы населения, а это очень серьезно для тех, кто производит продовольствие, когда сжимается вообще потребление в стране, одновременно отсутствие инвестиций, а 16% годовых и больше, это никак не способствует инвестициям в сельское хозяйство в принципе. Все это позволяет, скажем так, все время находиться в какой-то ситуации, пойдем или не пойдем мы на посевную кампанию. Конечно, многие говорят о успехах сельского хозяйства, в том числе и президент, но нельзя забывать о том, что успехи сельского хозяйства это прежде всего инвестиции. А мы каждый год уменьшаем покупку сельхозтехники, покупку семян, мы уменьшаем при всех якобы радужных отчетах посевные площади. И для того, чтобы изменить эту ситуацию, фактически нужно прийти к новой экономической политике. Потому что старая экономическая политика, которую производили на протяжении десятилетий, она показала полную несостоятельность. Вот на итоговом отчете выяснилось, что сельское хозяйство и сельские местности до сих пор деградируют. Представляете, за 2014 год, с 2015, нет пока данных, из села уехало еще 200 тысяч человек, и продолжается уменьшение населения в сельских территориях и малых городах. Конечно, всем хочется жить хорошо и красиво, но в городе, к сожалению, не производится ни продовольствие, ни о том, что Владимир Иванович говорил, нет так много рабочих мест. Президент Российской Федерации к 2020 году поставил задачу правительства обеспечить 25 миллионов модернизированных рабочих мест. Ну где, как ни в сельском хозяйстве, этим нужно заниматься. А мы идем к деградации. Поэтому я абсолютно согласен с Геннадием Андреевичем о том, что только предприятия, которые являют прямую социальную направленность, вы показали, а это народные предприятия, могут изменить ситуацию в сельском хозяйстве и вообще в сельских территориях. Потому что агрохолдинги, при всем моем уважении к этим крупным предприятиям, оказываются в долгах как в шерках, а на самом деле не занимаются развитием сельских территорий. Поэтому программа КПРФ, которую мы представляем, конечно, кардинально меняет отношение и к селу, и к сельской местности, и к людям, которые живут на селе. Нельзя исполнять программу государства, которая записана, что хотят к 2020 году добиться зарплаты в сельском хозяйстве половина от промышленности. В этих условиях ни один молодой человек никогда не пойдет работать на село. Поэтому программу новую мы представляем. И, конечно, хотим, чтобы правительство нас услышало, или, по крайней мере, сделало так, чтобы многие части этой программы вошли в программу развития России. Спасибо. Павел Николаевич, хочу сказать, средняя зарплата за прошлый год 74 тысячи рублей. Там самое крупное поле в стране клубники, там лучшие сады, от них только яблони, груш, 180 сортов, все, что районировано в центральной России. Там полный набор техники. Лучший в стране детский сад. Сейчас завершают супер уникальную школу, которая питает все лучшее, что было в русской, советской школе и мировой практике. Приглашаю посмотреть. Я недавно приглашал и президента, и премьера. Пусть проведут там заседание правительства, и в госсовет посмотрят, каким образом можно даже в условиях кризиса реализовать развитие производства и мощные социальные программы. Новиков, пожалуйста, Дмитрий. Сергей Владимирович, уважаемые коллеги, уже через два дня наша большая делегация во главе с председателем ЦК нашей партии будет в Орле, где и состоится экономический форум. О его подготовке мы объявили в конце прошлого года, и, естественно, у представителей прессы сразу возник вопрос, рассматривает ли это мероприятие КПРФ как предвыборное. Ответ скорее нет по двум причинам. Во-первых, потому что это будет действительно широкое мероприятие, где будут участвовать не только представители нашей партии, а более широкий круг экспертов. И, во-вторых, потому что здесь присутствуют люди перед вами, прошедшие не через одну избирательную кампанию, не наивные, и мы прекрасно понимаем, что львиная доля избирателей определяется, за кого будет голосовать в последнюю неделю перед выборами, а многие уже в кабинке для голосования. Поэтому прямого предвыборного эффекта это мероприятие иметь не может, но оно имеет для нас значение с точки зрения выработки той альтернативной программы, альтернативной проводимому сегодня правительственному курсу. И в этом отношении и Московский экономический форум, уже упомянутый, и Орловский экономический форум, должен сыграть свою роль в объединении самого широкого круга и политических сил, и интеллектуальных сил России для выработки программы альтернативного развития страны. По сути, актуальность проведения Орловского экономического форума усилилась буквально за последнее время, поскольку прошедший съезд правящей партии, партия «Единая Россия» показал, что эти люди не собираются делать выводов из той провальной политики, которая и привела Россию к сегодняшнему кризису. Они, более того, рецептами для исправления ситуации видят не ослабление либерального курса, о его усилении, опять объявлено о новом витке приватизации. Мы с вами понимаем, что ни Олроса, ни Роснефть не являются убыточными предприятиями. Если они находятся в руках государства, то это серьезная возможность пополнять бюджет. Тем не менее, предпринимаются попытки усилить тот самый либеральный курс, который сегодня не критикуют уже только ленивый. Мы считаем, что для выработки альтернативной программы есть масса условий. С нами богатый советский опыт, опыт сегодняшней Китая и Белоруссии, который показывает, как надо работать в этих условиях. Мы хорошо помним опыт работы правительства Примакова и Маслюкова, тоже исключительно поучительный. Мы видим, как даже в очень сложных условиях развиваются и работают сегодня народные предприятия и дают хороший эффект. И поэтому во всех этих элементах возможного вывода страны из кризиса мы собираемся не только говорить на форуме, но и мы намерены пропагандировать эти крупицы ценного опыта с тем, чтобы создать соответствующее общественное мнение в стране. Мы для этого все информационные возможности используем. И перед созданным не так давно телеканалом КПРФ «Красная линия» специально поставлена задача, прежде всего, пропагандировать именно такого рода опыта. Сейчас выходит четырехсерийный фильм «Модель Сталина», который рассказывает о секретах того успеха, который имел место перед Великой Отечественной войной успеха, индустриализации, успеха послевоенного восстановления. Мы считаем, что и сейчас многое из этого опыта может быть востребовано. Мы широко показываем деятельность народных предприятий. Мы, конечно, начали с тех предприятий, которые работают на селе, рассказывали об опыте Павла Николаевича Грудинина, о Звениговском, Морел, который Иван Иванович Казанков возглавляет, об опыте Богачева на Ставрополье, об опыте Сумарокова в Иркутской области, и о опыте многих других предприятий, работающих в сельском хозяйстве. Но, тем не менее, да, но почему? Почему прежде всего с них? Потому что здесь две составляющих. Во-первых, хорошо виден механизм, очень эффективная работа этих предприятий. А во-вторых, именно это звено, звено, связанное с обеспечением продовольственной безопасности, сегодня одно из главных проблемных мест нынешней экономической модели. Но есть предприятия, которые эффективно работают такого рода и в промышленности. Поэтому здесь, например, очень интересно и эффективно работает в Свердловской области предприятие «Знамя». Когда-то было создано азбестоцементный комбинат в советское время, потом в 90-е годы оно было на грани закрытия. Они прямо говорят, и Георгий Задирак, руководитель этого предприятия, прямо говорит о том, что нас спасла позиция фракции КПР в Госдуме, и правительство Примакова-Маслюкова, благодаря которым в 98-м году появился закон о народных предприятиях. Благодаря этому мы выжили. Они действительно не только выжили, но и развиваются. 300 человек работают на этом предприятии. Сейчас завершают строительство дома на 36 семей. Социальную инфраструктуру не только они уничтожают, но и развивают. Действует и профилакторий, и детский сад. И мы и дальше будем пропагандировать опыт работы такого рода народных предприятий, потому что он действительно является очень ценным и полезным. В марте месяце на эту тему будет проведен специальный пленум Центрального комитета КПР. Кстати, мы и покажем опыт работы нашего мэра Локти, который трудится руководителем третьего по численности в стране города, Новосибирска. Кстати, они стали чемпионами по вводу жилья. Более одного метра квадратного ввели на человека. Таких результатов ни один субъект, ни один город больше не добился. Они построили 15 детских садов. Они вместе с Академией наук отработали реальную программу модернизации и пропаганды, и освоения новых технологий. Локоть будет выступать на этом форуме, и надеюсь, что он поделится своим опытом. Афонин, пожалуйста. Уважаемые товарищи, ставя задачи экономического роста, увеличения бюджета, развития промышленности, мы прекрасно понимаем, что, и предлагая конкретный механизм реализации этих задач, мы прекрасно понимаем, что стоит задача и поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения. Это, в первую очередь, старшие поколения, пенсионеры, а точнее поколения детей войны. Наша фракция в Государственной Думе, в региональных парламентах, преодолевая сопротивление партии Единой России, добивается принятия этого закона, который даст гарантии льготы этому поколению людей, которые внесли колоссальный вклад в развитие нашей страны. С другой стороны, у нас более 30 миллионов представителей молодежи. Прошлый год, год 70-летия Великой Победы, действительно обозначил серьезный патриотический подъем. Но, с другой стороны, этот патриотический подъем иногда разбивается о реальную социальную действительность. Поэтому КПРФ и в рамках экономического форума в Орле, и в рамках своей политики предлагает новую обновленную молодежную программу, которая предусматривает не только постановку проблем молодежи, но и конкретные законопроекты и меры, которые мы предлагаем реализовать. Восстание, это вопросы, связанные с образованием. В советское время до 10% ВВП отдавалось на систему образования. Сейчас Ливанов и Фурсенко фактически перевели всю систему образования на платные рельсы. Мы внесли не так давно, наша фракция под руководством Геннадия Андреевича Зюганова, закон образования для всех, который совершенно четко будет восстанавливать и развивать систему образования. Мы серьезно озабочены проблемой трудовой занятости молодежи. Молодежная безработица достигает 30%, а в ряде регионов, особенно Северный Кавказ, она фактически повальная. Поэтому закон о первом рабочем месте, который предлагает наша фракция, поможет реализовать задачу молодежи получить даже в условиях социально-экономического кризиса возможность кормить семью и реализовывать себя профессионально. Мы серьезно считаем, необходимо поддержать молодую семью и в первую очередь в вопросах жилищной политики. Поэтому у нашей фракции внесен закон о социальной поддержке молодых семей в осуществлении права на жилище. Это фактически продолжение программы «Жилье для молодой семьи». Однако без принятия этого закона и без увеличения дополнительного финансирования на эти нужды мы реализовать эту программу не сможем. Нам нужен бесплатный спорт, общедоступный. Это основа развития в том числе и спорта высших достижений. Ну и, конечно, необходимо серьезное внимание уделить здоровью молодежи, здоровью детей, потому что вопросы наркомании, алкоголизации, низкого уровня качества и доступности здравоохранения заботят каждую российскую семью. КПРФ имеет реальную программу решения этих проблем, и мы будем добиваться этого, в том числе и в ходе избирательной кампании 2016 года. Мы представили вам основные элементы нашей программы, приглашаем для участия в Орловском экономическом форуме. Условия там будут созданы хорошие. Приглашаю к себе на родину в Орел, вам многое понравится. Тем более Орел в этом году отмечает 450-летие со дня своего основания и рождения. Так что приглашаю не только на форум, но и на знатные именины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова